Всем привет, друзья, с вами Бурбон, это четвертая часть проекта от салаги до владельца сервера, и сегодня мы будем завершать квест трудогоник, посмотрев на все оставшиеся основные работы. Я отснял довольно много материала, поэтому где-то могу сам путаться, буду идти по хронологии. В прошлой серии мы закончили на том, что я перешел к работе электрика, но перед этим вот человек, который получает 200 рублей. Если ты хочешь так же, напиши любой комментарий, поставь ролику лайк и подпишись на канал. Если не знаешь, что написать, можешь рассказать о том, играешь ли ты на каких-то РП-проектов, сампи, GTA 5, если да, то где и на каких. Работа электрика. Скорее всего, она где-то есть еще, но она не входит в этот перечень типичных работ на большинствах проектах, там автобусник, таксист, механик и так далее. Это электрик, причем мы не будем кататься по домам, хотя тоже было бы забавно. Мы будем кататься по вышкам и чинить их. Мы подходим к вышке, нажимаем на Alt, у нас загорается просто свечение, видимо, электрическое. И нам нужно не просто их там чинить и ждать по времени, а нажимать кнопки. И если ты нажимаешь неправильно кнопку, то происходит замыкание. И помимо того, что тебе нужно заново все это делать, тебя еще бьет током и у тебя отнимается немного ХП. Работа, как мне показалось, выгоднее предыдущих наших деяний, но довольно-таки сложная, потому что нужно постоянно концентрироваться на этой метке. Причем они появляются не постоянно, а она пропадает, ты ждешь секунды 3, но в это время ты ничего не можешь сделать, потому что если ты отмечешься, то можешь не успеть нажать на стрелочку и придется начинать все сначала. А учитывая, что ты реально на протяжении где-то минуты-полторы чинишь ее, то довольно-таки обидно терять это время. Поэтому на этой работе подзаработать уже можно. Также можно работать с напарником. Я, правда, не стал, потому что мы пока что салага, и на серве у нас нет особо связей. И на данный квест у меня ушел примерно час. Благо, что все эти вышки находились подряд, и ты прям проезжаешь метров 50, следующая вышка, то есть не надо было кататься по штату. Поэтому я выполнил задание, получил свои деньги. Поэтому как вывод про эту работу, можно сказать, что она необычная, и на ней можно подзаработать. Но следующая работа, она затмит все с точки зрения прибыли, и она является самой популярной на проекте. Это дальнобойщики. Но большая проблема в том, что сейчас у меня на момент записи четвертый левел, а дальнобойщики доступны с шестого. И поэтому у меня остается довольно-таки много времени, в которое я и во фракцию особо идти не хочу развиваться, потому что другие квесты не могу взять, потому что хотелось бы закончить трудоголик. Поэтому я занимался совершенно разными вещами. Например, я выполнил серию ежедневных квестов на протяжении 7 дней. Тут я это записал отдельно, прямой дорожкой, чтобы покать эмоции, какие у меня были. И сейчас 2 часа ночи, я решил под конец поделиться тем, чего я смог добиться на данный момент на своем аккаунте. Также сейчас у меня четвертый левел и 16 экспи из 20. То есть скоро уже будет пятый левел, но мне нужен шестой для работы длиннобойщика, а на пятом левеле я получу еще 100к за увод промокода. Поэтому, друзья, промокод хэштег Бурбон обязательно вводите. И сейчас я хотел бы выполнить три квестика. Мне дико просто нравится заниматься выполнением этих квестов. Сначала мы здесь понимаем, как это все собирается, потом мы из предпросмотра выходим и занимаемся вот таким вот делом. И потом мы можем создать. Также мы можем сделать биту. Последнее создаю, что у меня здесь есть. Теперь я упаковываю ресурсы. И интересно, сколько я заработаю. Скорее всего гроши, потому что работа доступна с первого уровня, и вряд ли она будет супервыгодной. Хотя сделано, честно, довольно-таки неплохо. Я заработал 560 бачей. Ну да, то есть сильно много ты не заработаешь, но вот так вот выполнить квестик забавно. Минут 6 у меня заняла вся процедура. Заканчиваем. И я получаю защиту от ран и переломов. Один ремкомплект и один адреналин. Правда, не то, что я хотел. Мне нужны сейчас экспишки. Конечно, посложнее найти ночью клиентов, но я и ранг прокачал до 6-го. И, собственно, смотрите, в чем прикол. Я выполнил задание. Теперь вам прописываем нашу команду от дейликов. И здесь мы выбираем, что мы хотим. Экономный бизнес, купон на электричество, аксессуар АК-47, аксессуар кейс или денежный подарок. Если честно, я не хочу углубить, сколько нам дадут денег. Экономный бизнес, как я понимаю, у нас просто будет купон на эконом электричество. То же самое, что тут это для дома. Поэтому это нам пока что совершенно не нужно. Потому что у нас и дома нет. Поэтому, не знаю, пока что, давайте выберем тупо деньги и посмотрим, сколько нам дадут. Мне хотелось бы хотя бы 1100. Окей, выбираем денежный подарок и нам дают... А, друзья, смотрите, да, нам даже написано типа 300 тысяч баксов на банковский счет. Если купон на электричество, то оплата электроэнергии для дома на месяц. А если для бизнеса, то на месяц бизнеса. На самом деле, для какого-то бизнеса это может и выгоднее будет. Но пока что, друзья, самое разумное, это выбрать деньги. 300 косарей. Давайте, получаем. Отлично. Хотя почему-то написано, что мне начислено 1000 SRP коинов. У меня на банковском счету было 1200 где-то. А, нет. Вот, подождите, чего? Примерно вот так вот прошла неделя моей игры на сам ПРП. Я с официальной зарплаты на работах заработал 1000 где-то 200, 300 тысяч сейчас заработал с квестов, которые каждодневно мной выполнялись. И 160 тысяч это чай, всякие мне давали такси и прочее такое вот. То есть по мелочи. Давайте сначала пополним на 5000 и потом снимем сразу 500 тысяч. Вот. Теперь у нас на банке 133 верта и суммарно у нас 666 тысяч. Вез 1860 SRP коинцев. Далее я обнаружил, что за время, когда я играл, мне приходили SRP коины. За 3 часа игры мне давалось по 200 штук и потом еще за каждый час, примерно по 60, накопилось их 1960 штук. Я их решил перевести в рулетку, на 2 прокрута мне хватило. Первый прокрут кручу, выпадают ресурсы. 129 грибов. Как потом я узнал, грибы выпадают довольно-таки часто и это не то чтобы очень клевый дроп, но вот во второй раз нам выпали деньги и денег выпало 292 тысячи. Учитывая, как медленно я зарабатывал деньги до этого, на меня эти деньги показались прям большой, внушительной суммой. Потом я просто ждал 2 уровня и занимался тем, что мне хотелось. Поскольку мне дико нравится работа в такси, я устроился им. Первая, куда меня привела эта работа, это была РПшка Вояк. Довольно-таки много вояк, стоят, что-то себе там общаются и вот этим славится сам ПРП. Мне кажется, я до его уровня еще не всем дошел. Я постоянно куда-то тороплюсь, мне нужно либо работать, либо какие-то квесты выполнять. Многие игроки здесь просто чилят. Какие-то РПшечки такие, взаимодействия, просто такое вот шиловое нахождение. Иногда я приезжаю где-то на респу, там стоят несколько чуваков, просто бегают по спавну, особо ничем не занимаясь. Здесь, например, мне 20 тысяч вертов. Если что, я уже проиграл на сам ПРП 14 дней, за это время довольно-таки много всего произошло. И я вот на момент того, как я это озвучиваю, уже получил седьмой левел, половину восьмого левела, поэтому контента впереди еще довольно-таки много. И если вы действительно похожи на такого человека, который хочет почилить, да, на сам ПРП действительно меньше систем, чем на Аризоне. Здесь уж и чего скрывать. Но здесь есть чил, здесь есть атмосфера, такого вот спокойненького сервера, где можно зайти, побегать, покатать на работах, где особо никто не гонится тебя прям наглую обмануть. Понятное дело, что есть такие же фармилы, но они вот как-то поспокойнее себя проявляют. Кстати, тем временем, я перевел верты, заработанные с рулетки, и уже я стал, если так можно назвать, миллионером. Как минимум, свой первый миллион я заработал. Мне на это понадобилось примерно 7 дней. И вот казалось бы, все то время, которое я зарабатывал по грошикам, потом конвертировалось в хорошую сумму. И спустя несколько дней, я прокачал левел до шестого, мне стала доступна работа дальнобойщиков, поэтому о ней чуточку поподробнее. Первая неприятная новость, аренда машины стоит 5000. Мне в детстве, когда я играл в лет 14, хотя детство такое себе уже, казалось, что это суперсложно и непонятно, как это работает. Сейчас же как-то все намного попроще, но все равно стоит, наверное, объяснить. Для начала нам нужно закупить груз. И есть три вида груза. Это нефть, уголь и дерево. И также каждый этот ресурс можно купить в двух местах. И во всех этих местах разная цена, которая варьируется. Я до сих пор не знаю, за каких факторов, как я понимаю, не совсем рандомно, а от того, какой груз покупают и как много людей. Например, если все рянутся покупать уголь, то гуголь начнет цене дорожать. И соответственно, дальнобойщики меньше захотят покупать, поэтому они поедут, что другое покупать. Из-за этого та цена будет дорожать, а уголь дешеветь. То есть, в принципе, рыночная стоимость. Надеюсь, что это работает так, потому что это гипотеза, пока что моя, я ее не проверял. Она неплохо объясняет систему, но если это не так работает, то напишите реально в комментариях, как я в следующем ролике исправлюсь. И, например, я здесь закупился супер дорого, потому что груз 10 тысяч у нас стоило 7 тысяч баксов. И самое забавное, что есть два порта WSF и LS, и у них тоже совершенно разная может быть стоимость. Например, здесь уголь можно купить за 500 и продать за 700. И так мы заработаем, потому что мы продали дороже. Но можно, если не подрасчитать, привезти груз, а он там будет стоить дешевле, чем стоимость, за которую ты его купил. И таким образом, ты не только заработаешь, ты еще и потеряешь денег. Система она смотрится действительно в новинку. Я первый свой груз решил повезти в LS, и мне повезло, потому что уголь там стоил 800. Вообще 800 это довольно-таки много, и я на будущее буду стараться закупаться там по 300, по 400. Хотя иногда я там закупался поскольку угодно, просто чтобы быстрее пройти от квеста, потому что по квесту мне нужно 25 грузов довезти. И, пожалуй, это все, что стоит знать про работу дальнобойщика. Возможно, я еще сделаю конкретный ролик про нее и попробуем там скилл повысить, может какие-то интересные истории появятся на пути. Но пока что я обзор но все снимаю. Поэтому вот. Здесь видно, что я закончил этот квест и по сути мы прошли данную цепочку. Потому что там осталось два квеста, я их заспинерю, это купить себе жилье и купить себе машину. Но из того, что они довольно-таки простые, их быстро я выполню, я их решил записать живыми эмоциями. Это уже все записано, это все готово, поэтому я думаю с этого начать следующий видос и уже там мы заполним галочку о выполнении данного квеста, но самое сложное мы уже сделали. Поэтому мы прошли все эти работы. В дальнейшем, что я хочу сделать? Это уже вступать во фракцию. Вернее как, я уже вступил во фракцию, поиграл тут несколько дней, потому что я снимаю на опережение, чтобы набрать контента, чтобы в ролике показывать не то, как я поиграл там, не знаю, 030 и как бы 500 частей делать там прохождение квеста Туртоголик. А вот три ролика мы по сути уже прошли. В следующем видосе самое интересное сделаем и будем повышаться далее. Также в следующем видосе я уже создам сквад, вернее я уже создал его, поэтому если вы не особо терпеливы, то можете написать мне в игре, когда вы увидите меня, я играю под ником Джон Ченаски, он есть в описании и мы встретимся, я вас инвайтну. Но официальный, скажем так, набор я сделаю в следующей части. А на этом я буду заканчивать. Я играю на сам ПрП, поэтому айпишник его есть в описании, промокодик мой хэштег Бурбон, вводите, регистрируйтесь, играйте вместе со мной, а я буду прощаться. Всем пока, друзья. С вами был Бурбон, увидимся. С вами был Бурбон.